Вывести из тени сочинских предпринимателей. Это главная задача созданной комиссии. На начало работы мониторинговых групп на курорте было выявлено 70 тысяч неоформленных работников. Сегодня эта цифра в разы меньше, но все же нарушителей трудового и налогового законодательства в Сочи еще немало. Зарплату в конвертах получают и в транспортной, и в строительной, и в потребительской сфере. Вы делаете тех людей, которые у вас работают, нищими во время их самого тяжелого периода, когда они уходят на пенсию. Они работали, а фактически деньги давали без оформления. Естественно, что они везде проходят как безработные. Вы же продолжаете этим заниматься? Вы продолжаете делать людей несчастными? Что же делать? Государство будет наказывать, штрафовать, дает дело до уголовной ответственности. У государства есть такие рычаги. Не меняется ситуация на предприятиях, работающих по серой схеме и после проверок трудинспекторов. Многих руководителей придется штрафовать повторно. Причина порой в недопонимании. Зачастую предприниматели юридически неграмотны. И здесь вина специалистов городских управлений, которые ведут мониторинговую работу, отметила заместитель главы Сочи. Ко всему прочему, надо вести не выборочную проверку, а тотальную. Вот вы слышите, что вы недорабатываете. Зачем нам на комиссии один этот человек? Мы ее сейчас отдадим, ее оштрафуют по полной программе. А у нас таких с вами сотни. Я вам увеличу квоту. Просто давайте нам по 10 фирм, чтобы наконец-то до них до всех дошло, чтобы мы не играемся. И мы хотим, чтобы везде у нас был, а, во-первых, все люди должны быть оформлены, и второе, чтобы бизнес процветал. Но процветать он может только цивилизованно. А так не должно быть, что мы работаем, платим налоги, а кто-то получает деньги, ничего не платит. Все хорошо, но все пользуются нашими школами, нашими дорогами. Не справедливо. А еще это и вопрос безопасности отмечают власти города. Неоформленные работники, те, о которых работодателю мало что известно, могут быть опасны для общества. Такие прецеденты в Сочи уже были.